Всем привет, с вами Юмайнару, сегодня хотелось бы высказать свое никому не нужное мнение о последней главе и в целом манге, в поисках божественного рецепта, другое название кулинарной поединки сома, или еще одно повар байт сома, вроде бы и все варианты назвал. Естественно тут вагон и тележка спойлеров, для тех кто смотрел только аниме, если что перед началом я скажу, что я повторю, что я обожаю этот тайтл, ну что ж, поехали. Вот и подошла к концу манга в поисках божественного рецепта и все варианты перевода. Сначала мы получили финал истории в еженедельном журнале, но теперь мы получили финал финала в ежемесячном, и эпилог наконец-то закончился. Давайте сначала поговорим о самой главе. Итак, события новой и последней главы начинаются спустя лет 7-8, после событий первой и второй главы эпилога. Так как в дебюте манги первогодкам лет по 15, события первой и второй главы эпилога происходят на третьем курсе. Ну а в последней главе указан возраст большинства персонажей и сома 25, как и всем из поколения сома. Ну да ладно, давайте вернемся к главе. Прошло 7-8 лет с момента первой и второй главы эпилога. Сома возвращается в Японию. На таможне его останавливает и беседует по душам из-за его ножа. Однако начальник узнает шефа Сома и отпускает его. Сома вновь бросает вызов Эрине, которая все так же директор академии. Хисака все так же работает секретарочкой у Эрине. Практически всем сообщают о том, что Сома возвращается. Ишики стал первым членом семьи Ишики, которому разрешили открыть филиал своего ресторана. Теронури Куга после выпуска получила работу в сети пятизвездочных отелей, которые находятся в Токио, Шанхае и других достаточно популярных курортах. Кинакуни Нэне стала изучать японские кулинарные традиции вне семейного ресторана Кинакуни и работает в разных кулинарных заведениях Японии. Тадакора Мегуми стала после выпуска шеф-поваром в семейной гостинице в японском стиле. Из-за этого место стало сразу же настолько популярным, что у них невозможно сделать бронь. А в несезонный период она помогает и учится у Ина и Хинака в Киреное. А насчет этого трио я вообще удивлен. Якуми Мита, Йоки Йошина и Эцуэ Эйзен открыли совместный бизнес по доставке мяса. Асака Кирёка и Ибусаки с несколькими другими жителями Полярной Звезды выступают в этом деле в качестве кулинарных консультантов. Акира Хаяма же уже успел получить должность инструктора в Тотсуке. Также он уже получил предложение от Доджимагина поработать как-нибудь администратором курортных отелей Тотсуке. Такуми и сами Альдини продолжали совершенствовать свою кулинарию и получили две звезды для троттории Альдини. Они посещают несколько раз в год Японию для открытия там сезонного ресторана. Получив письмо от Арата, Такуми обрадовался, что Сома возвращается как раз тогда, когда они приезжают. Бывшие третьеготки из элитной десятки же не смогли застать это событие, так как Цукаса Эйши, Кабаяши Ринда, Сайты Сумей, Акаганы Кубамумы, Мигль Шиматоски в этот момент выступали в роли приглашенных судей в ежегодном адском лагере Тотсуке. Но и кроме этого они все открыли свои рестораны и даже получили звезды от Дэби Джоу. 48-летний Кихиро Джойчер работает на Манхэттене и славится тем, что способен привести в экстаз любого клиента, вне зависимости от кухни и ресторана. Накири Алиса же недавно была назначена на руководящую должность в Накири Интернешнл, и она все продолжает исследования в области молекулярной кулинарии, чтобы сделать эту технологию более дешевой и более простой, для того, чтобы ее могли себе позволить в обычных семьях и ресторанах среднего уровня. Она, кстати, тоже удивилась возвращению Сомы. Кураки Барё так и работает помощником Алисы. Ну и еще он ведет исследования влияния климатических изменений на мировой океан, дабы разработать более экологичные методы ловли рыбы. Азахи Накири же несколько лет назад официально вошел в семью Накири и в данный момент преподает несколько кулинарных курсов в Академии. И он самый популярный преподаватель в Академии. Теперь он тоже посещает семейные встречи Накири. Азами пытается быть отцом, но наконец-то семья Накири стала, так скажем, нормальной и объединилась. После семейной трапезы Эрин отправляется в торговый квартал Сумире, в ресторанчик Кюкихиры, где в ресторанчике встречают дедушку Сому. И судя по их общению, они явно не первый раз видятся. И в диалоге с дедом Сомы дед намекает Эрине, что она вовсе неспроста каждый раз переживает за Сому, когда он возвращается. Из чего делаем вывод, что Сома не только сейчас вернулся из путешествия, в которое он отправился еще в школе. Позже это подтвердится еще раз. Дед уходит, но его слова заставляют Эрину задуматься о Соме. О том, как она всегда думала, что он будет с ней. Будет готовить рядом и соревноваться, где бы они ни находились. Но вместо этого он исчез, не сказав никому ни слова. Сома, пока ехал в такси, вспомнил, как встретил Сайбу Асахи, ныне Нагеря Асахи. И как он сказал ему что-то о том, что путь к становлению лучшим поваром лежит через обретение того, кому хочется готовить лучшую еду на свете. Сома также вспоминает, как отец готовил его матери. И как он начал соревноваться со своим отцом из-за матери. Как однажды он возвращался домой и увидел, как мама упала. Оказалось, что у нее врожденный дефект одного из сердечных клапанов. И что врачи никак не могут помочь. Через месяц она погибла. Они даже попрощаться толком не успели. Через какое-то время Сома вновь вызвала отца на поединок. Под этим мысли о детстве и кулинарных поединках с отцом, Сома оказался в квартале Сумире, где он думает, что нам нужен кто-то. Ради кого ты хочешь готовить сильнее, чем для остальных. Кто-то особенный. Кто-то, кому ты захочешь посвятить свое самое лучшее блюдо. И будешь хотеть всегда. Я думаю, что этот кто-то, это... И тут слова обрываются. Она нам показывает Эрину. Прямо слова вовсе не нужны здесь. Тут и показывает, что Сома, несмотря на пропуски, выпустился из Тотски. Хоть он и шеф-повар ресторанчика Эки Хиро, он открывает ресторанчик только когда он захочет. И это связано с тем, что он много путешествует. А также его приглашают готовить в другие страны. Возможность попробовать его еду считается за признак престижности. Эрина тоже закончила академию, хотя и одновременно была директором и является директором сейчас. Накеря поддерживает новые взгляды на традиционную кухню и ведет Тотски за собой к вершинам. Сома здоровается с Эриной и говорит, что он дома. Ну и Эрина в своем репертуаре. Как ей сложно было выкроить время для него и все в таком духе. И только он зашел, как сразу предлагает Эрине попробовать его рецепт, что заставляет Эрину задуматься о том, что она понимала уже давно, что хотела приходить и пробовать его блюдо, только потому, что хотела его увидеть. Когда Сома спрашивает, что она будет, Эрина заказывает блюдо шефа. Только Сома собирается готовить, как заваливается вся компания друзей Сомы, которые смогли прийти. На что Сома радуется, ведь будет много свидетелей, как Эрина наконец-то скажет вкусно. Предупреждая, что блюдо будет готовиться долго, Сома дает всем перекусить. Очередной своей отвратительной едой. Эрина удивляется, как он готовит такую мерзотную еду, и смеется, говоря, какой он клоун. Сома говорит, что все готово, и что в этот раз она точно скажет вкусно. И на этом манга заканчивается. Ну что ж, я просто слишком люблю этот тайтл, так что у меня не совсем объективное мнение на весь тайтл и конец его. Итак, последняя глава раскрывает нам причину смерти матери Сомы, Тамака Юкихиро. Жаль ее, конечно. Дед Сома вообще бодрячком, не ожидал увидеть его живым. Учитывая, что он вообще не светился практически нигде, ни в манге, ни в аниме. Породилась семейная и в прошлой главе Сахи Эрина. Я высказался в прошлом видео об этой главе, что это был трэш. Тогда Кура все-таки ближе к концу манги, обрела свою уверенность. Ишики Сэнпай тоже смог пойти по своему пути, а не по пути, намеченному его семьей. Кинакони Нэна тоже поняла, что семейные традиции семейными традициями, но нужно опыты других получать. Короче, и все выпускники Тотски нашли себя в жизни, и никто не пошел работать продавцом в Макдональдс. И все стали той самой элитой, такой же, как когда они встретили в адском лагере Шинами, Сэнпай и остальных. Правда, за Мару и обидно. Но серьезно, парень так старался весь тайтл, познал все муки и боль кулинарии, а попал только в и другие бывшие жители полярной звезды. Жаль, парни. Дальше я, конечно, придираюсь уже, но почему не было показано, как Сома наконец-то победил своего отца? Да, конечно, можно посчитать, что Сома как бы победил своего отца, потому что победил Асахи, который в свою очередь победил Джучира. Но блин, это ж косвенно. Следующее, да, конечно, они сделали. Не тупо «Привет, мы семья». А все намеками, что Сома и Ирина нашли друг друга. И Ирина сделала закос под Тамака с прической. Ну, я ни на что не намекаю. И главная цель с первой главы манги и первой серии аниме закрыта. Про то, что нужно найти человека, ради которого будешь готовить. Хоть это хорошо. Но с этим незаконченным «Вкусно», где он весь тайтл говорит «Я заставлю сказать тебя вкусно», «Я заставлю», «Заставлю». Ну и где она сказала «Вкусно»? Что-то непонятно. Разве что автор не придумал блюдо, от которого Ирина скажет «Вкусно». И оборвал на том месте, где она якобы должна сказать «Вкусно». Эх, жаль, что манга закончилась. Но ее продолжать нельзя было. Она и так слегка затянулась. Очень мне нравилась эта манга и аниме. Сделать такую эпичную мангу в жанре повседневности, да еще и не спортивную, а про кулинарии. Даже хоть и прочел мангу, обязательно буду ждать выхода аниме. Эх, скорее бы. Может, авторы придумают еще что-то годное после Сомы. Надеюсь на это. У Цугуми оба и такие шабаты же получилось после «Тетради смерти» сделать годного Бакумана. Так что и тут надеюсь. Ну да ладно, вернемся к Соме. Может, я что-то забыл упомянуть? Напишите в комментариях. А как вам эта манга и аниме? Делитесь вашими мыслями обо всем этом. А на этом на сегодня все. Как вам эта глава и манга в целом? Как вам конец манги? Пишите про какого персонажа вы бы хотели увидеть в выпуск фактов. Да и вообще пишите про кого или про что сделать видео. Также не забывайте подписываться на канал. Ну и поставь лайк, если понравилось это видео. Ах да, и не забывайте нажать на колокольчик. Указать получить все уведомления. Чтобы получить уведомления о новых видео вовремя. Всем пока.